Сагитальный грибель называется. Такое только у хищника бывает, если вот такое вырастает. Мощные скулы, где крепились мысли. Глазница здесь. То, что это череп, здесь вы видите отверстий очень много. Это реально череп. Так что это не только, можно сказать, растительно-ядные животные здесь, но и хищники здесь тоже были. Вот такие находки это все показывает. С победой вернемся. Находки хищников это всегда очень редкие находки. Последнее, конечно, сенсационные находки пещерных львят у Яны Дины. Насколько я знаю, прямо костные остатки были, по-моему, обнаружены позапоршем году в Хангаласском области рядом с бизонарием. Но возможно, то, что из-за этих мумий пещерных львят просто кости львов были пропущены из-за шума. Там сохранились затылочная часть и черепная коробка, лицевая часть отсутствует. Поэтому на фотографии может показаться, не сразу понятно, что это пещерный лев. По сагитальному гребню сразу видно, что это был хищник достаточно крупный и, скорее всего, это был пещерный лев. Костные остатки хищников всегда редки, поскольку в экосистемах хищники менее многочисленные, чем травоядные животные. И в самой экспедиции большая часть костных остатков — это травоядные животные. Там мамонт, лошадь древняя, бизоны и так далее. И тем самым эта находка является достаточно ценной. Хотя, конечно, не сенсационная, но достаточно интересная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова